Окей, значит, смотрите, я хочу сделать такое мини-объявление, что я наконец-то созрел для очередного ИДЗ, вот я его сегодня выдам, и вы порадуетесь тому, что вот можно наконец-то будет что-то там поделать, вот с восторгом в глазах, я надеюсь, и получить от этого массу удовольствия, а не просто так ждать очередную скучную лекцию. Так, значит, а потом начнется серия лабораторных, где мы все это хозяйство и безумие будем применять в китончике для всяких клевых вычислений, ну, я надеюсь, клевых. Вот в конце, в самом, может быть, даже картинку поджимаем с помощью свд-разложения, ну, не может быть, а точно, в общем, посмотрите, как будут аналоги JPEG. Так, сейчас, одну секунду, глянем. Так, хорошо, смотрите, ну, а кто-нибудь помнит вообще, чем мы с вами занимались до сессии а-ля каникул? С линейными формами на одном. О, отлично, вот, это прекрасно. Смотрите, давайте я буду более конкретно. Мы с вами рассматривали такую дрянь, как метод Якоби. Давайте я пару слов скажу. Значит, смотрите, мы с вами рассматривали билинейные формы действительно на одном пространстве. ой, только над полем F, и мы сосредоточились на симметричных. Про симметричные мы показали, что они обязательно диагонализуются, то есть можно привести к такому байзу, ну, найти такой байз, что форма наша будет диагональна. Там, правда, требовалось, чтобы двойка в поле не равнялась нулю. Это было некое техническое требование. Вообще, вот это техническое требование, когда двойка не равняется нулю, оно всегда есть. Значит, и вот мы его даже потеряли там в листочках протензора. Самая последняя задача, это стало для многих сюрпризом. Вот, мы все время теряем, и я вот думаю, что, может быть, не стоит добавлять это условие просто для того, чтобы отлавливать тех, кто читает условия внимательно, а тех, кто не читает. Так, значит, следующая вещь. Значит, вот по поводу этой диагонализации мы, по сути, разобрали тут два алгоритма. Один – это был симметричный Гаусс. А второй – это был метод Якоби. Значит, принципиальная разница была в том, что вот это работает всегда, а вот тут есть ограничения. Вот, и плюс в том виде, в котором я сформулировал метод Якоби, он работал медленно и неприятно. И, значит, ну вот симметричный Гаусс, он формулировался в терминах матриц, то есть мы вот здесь говорили про матрицы. А метод Якоби формулировался геометрически. Значит, что я хочу сейчас сделать? Да, и плюс он был очень неэффективный. Там надо было считать 100-500 миллиардов определителей, значит, куча разных матриц. Это прям огромное удовольствие вы должны приполучить. Это только осознание того, что вам придется все эти определители посчитать. Давайте сделаю следующее. Значит, что я сейчас хочу рассказать. Я хочу напомнить основные формулы из метода Якоби, что он там делает, то есть как он там геометрически работает. А потом, значит, перевести это на язык матриц и показать, как из этого сделать эффективный алгоритм. Мы там немножечко затронем вопрос или разложения. А потом уже перейдем к такой штуке, как квадратичные формы. Значит, и поговорим там про сигнатуры и классификации билинейных форм. Это такое мини-напоминание. Теперь давайте попробуем поговорить про, значит, геометрическую версию, про менее геометрическую версию метода Якоби. Значит, напомню, что у нас было. У нас была билинейная форма, ну вот давайте на пространстве Fn. Сразу выберем Bayes, которая задается вот такой штуковиной. Значит, у нас есть матрица B, и у матрицы B есть такие условия. Значит, вот я рассматриваю такие угловые подматрицы B1, B2 и так далее. У каждой из них считаю определитель, это обозначаю определитель за дельту. И, значит, у нас были ограничения, чтобы все эти определители угловых подматриц были не нулевые. Вот в этом случае предлагалось сделать следующее. Можно сделать следующую замену Bayes. А именно, значит, я говорил, что я беру Е1 штрих, это будет Е1, значит, Е2 штрих, это будет Е2 минус бета Е1 штрих, Е1 штрих и так далее. То есть, вот такая процедура, она корректно определена. То есть, что вот эти все знаменатели, они не равны нулю. То есть, все знаменатели не равны нулю. Это следует вот из этих ограничений на дельты. И обратите внимание, что здесь новые векторы определяются рекурсивно. То есть, мы второй, например, вектор определяем через старый вектор и новый первый вектор. То есть, как бы, и вот, например, катый здесь вектор, мы определяем через старый катый вектор и предыдущие k-1 векторы, которые были построены. И вот оказывается, что если мы сделаем такую замену новобайзиса, то после такой замены матрица билинейной формы уже в этом штрихованном байсе, она будет иметь диагональный вид, и на диагонали будут стоять вот такие отношения. Это по сути то, что мы доказали в прошлый раз. То есть я это явно не произносил, но вот то, что было сделано на прошлом занятии, я показывал, что вот эти формулы корректно отрабатывают, и во время доказательств мы поддерживали некоторый вариант и проверили, что произведение знаменателей, вот этих элементов, которые находятся в знаменателе, они дают нам дельты. Но, собственно, то, что здесь написано в знаменателе, это и есть диагональные элементы, поэтому раз их произведение дает дельта, то через дельта они выражаются таким образом, как отношения. То есть, по сути, то, что здесь произносится, это другими словами переформулировано доказательство последнего утверждения с прошлой лекции. Теперь смотрите, то есть еще раз, значит, вот выполнив такую, то есть вот сейчас был некоторый геометрический факт, что вот есть такая белинейная форма, и если мы вот так вот проделаем замену байса по таким формулам, во-первых, она сработает при вот этих условиях, а во-вторых, после перехода к этому новому байсу у нас получится вот такая вот замечательная матрица, значит, для нашей белинейной формы. Теперь давайте я это утверждение переформулирую в другом виде. Смотрите, вот здесь, что плохо вот в этих формулах перехода? У нас новые векторы выражаются через старые и новые. Давайте сделаем следующее, давайте все вот эти слагаемые новые перейсем налево. Тогда заметьте, у нас будет выражение старого базиса через новый. То есть, если я сейчас возьму вот эти формулы и все хозяйство перейсу налево, то я получу вот такого вида зависимость. E1, E, N равняется E1' E, N', а тут будет следующая матрица перехода. Значит, E1 и E1' это одно и то же. Потом, E2, он выражается как E2' и вот с таким вот коэффициентом E1'. Ну и, собственно, если проследить, какая здесь будет матрица, то вот здесь вот будет вот подобного сорта, то есть матрица перехода будет вот подобного сорта. То есть, когда я перенес вот те слагаемые, значит, со штрихами в одну сторону, без штрихов в другую, то формулы для перехода, они записываются вот так. То есть, на самом деле, мы, когда писали формулы для, значит, ну вот рекуррентные формулы для нового базиса через старый, мы на самом деле просто написали формулы перехода от нового базиса к старому, то есть, где вот эта вот матрица была вот таким вот образом устроена. Смотри, значит, еще раз. E2' есть E2 минус вот такая вот штука E1'. Если я вот это перенесу налево, то у меня E2 есть E2' плюс вот такой коэффициент на E1'. Теперь, когда я смотрю здесь, то как раз E2 равняется вот эта штука на второй столбец. И здесь будет E1' на вот этот коэффициент плюс E2' на единичку. Ровно то, что, значит, заявлено вот здесь вот выше. То есть, как бы у меня получается, что вот Екатый, он выражается через Екатый штрих и предыдущие Каты штрихованные. То есть, Каты элемент здесь, он выражается через, ну вот, первые К штрихованных элементов, а Каты, он идет с коэффициентом 1. То есть, как раз здесь первые К минус 1 коэффициентов какие-то, а на диагонали Каты единичка. То есть, вот перемножая на каждые, мы вот такую штуку получаем. То есть, у нас, смотри, у нас получилось очень специального вида матрица-перехода. И пусть вот эта матрица-перехода, это есть матрица С. Значит, тогда, смотрите, мы, что мы видим, что раз эта матрица-перехода от штрихованного байса к не штрихованному, то исходная матрица B для нашей белинейной формы, она получается как С транспонированная на B штрих для матрицы B, на С. Где B штрих, ну, это вот диагональная матрица, которая вот здесь вот написана. Поэтому с точки зрения матричного, ну, как бы языка матриц, у нас вот что получается. Нам дана матрица белинейной формы, а мы ее представили в виде вот такого произведения, где С, матрица является верхней треугольной с единицами на диагонали, а матрица B штрих является диагональной матрицей. То есть вот на матричном языке мы вот просто нашли вот такое вот разложение. Вот оказывается, что это разложение единственное. Значит, я сейчас это докажу, и я здесь воспользуюсь понятием ЭЛЮ-разложения. Поговорим о том, что такое ЭЛЮ-разложение. Вот. И, пользуясь этой единственностью и вот тем, что мы вот сделали вот именно такое разложение, мы сможем сделать алгоритм Якоби в некотором виде эффективным. Ну, я сейчас скажу, что это значит и что именно, значит, там какой именно алгоритм будет. Значит, но вот это самый первый шаг, просто переформулировать на матричном языке то, что мы проделали. То есть оказывается, что вот если матрица С не абы какая, вот верхняя треугольная с единичками на диагонали, то вот такое разложение, оно обязательно единственное. Хорошо, давайте здесь поговорим вот о чем. Значит, смотрите. Определение. Предположим, у нас есть матрицы B, L, P, это некоторые квадратные матрицы N на N. При этом матрица L у меня является нижней треугольной с единицами на диагонали. Матрица U является верхней треугольной. И пусть матрица B есть произведение L на U. Тогда вот такое представление матрицы B называется L-U разложением. Вот это вот и есть L-U разложение. То есть мы хотим, то есть это представление какой-то квадратной матрицы в виде произведения нижней треугольной с единичками на диагонали на верхней треугольной. Значит, ну тут вот есть всякие вопросы, а когда оно существует? Оно существует не для всякой матрицы B. Вот на самом деле, значит, факт, который я не хочу сейчас доказывать и тратить на него время, что вот если у вас у матрицы B угловые миноры ненулевые, то вот тогда можно найти вот это L-U разложение. И если матрица B не выраженная, то L-U разложение будет единственным. Мне понадобится только единственность, поэтому я воспользуюсь им. Значит, теперь смотрите. Утверждение про единственность такое. Значит, предположим, ну вот у вас есть матрица B квадратная, и мы сделаем вот что. Пункт первый, что, предположим, матрица B раскладывается двумя способами в L-U разложение. То есть это L-U разложение. Да, и матрица B невырожденная. Вот так, значит, для невыроженной матрицы B следует, что L-U разложение единственное. А второе, если матрица B симметричная, вот, и если она представляется в следующем виде, где C1 и C2 – это верхние треугольные матрицы с единичками на диагонали, а D1 и D2 – это диагональные матрицы, то тогда такие разложения тоже единственные, что C1 равняется C2 и D1 равняется D2. Вот, значит, первый пункт – это единственность L-U разложения для невырожденной матрицы, а второй пункт – это его вариация для симметричной матрицы. Для симметричной матрицы нам интереснее рассматривать не L-U разложение, а вот такое разложение, которое было для бельнейной формы. И вот так кажется, что если матрица симметричная и невырожденная, и вот для нее есть вот такое разложение, а это ровно то, которое заявлено там выше в формуле, где матрица С верхняя треугольная с единичками на диагонали, а матрица D диагональная с соответствующими индексами, то оказывается, что есть только один способ так матрицу разложить. Отсюда все компания совпадает. Хорошо. Есть ли вопросы по формулировке? L, смотрите, в первом пункте L – это нижняя треугольная матрица с единичками на диагонали, а U – это верхняя треугольная матрица, просто любая. А во втором пункте, соответственно, чуть-чуть другие обозначения. Смотрите, давайте первый пункт. Почему единственность L-у разложения? Смотрите, если у меня L1, U1 равняется L2, U2, и все это матрица B, и это хозяйство не вырождено, это означает, что у меня все матрицы здесь не вырождены. Потому что произведение не вырождено, каждый сам множитель тоже не вырожден. В частности, у каждого матрицы, которая здесь написана, есть обратная. Поэтому я могу, например, здесь поделить справа на U1, а слева на L2. И получу L2 в минус первой L1 равняется U2, U1 в минус первой. Но тогда смотрите, матрица слева – это будет матрица нижней треугольной с единичками на диагонали. Почему? Потому что L2 была нижней треугольной с единичками на диагонали, обратная к ней будет нижней треугольной с единичками на диагонали. Произведение нижней треугольной с единичками на диагонали – это нижней треугольной с единичками на диагонали. Аналогичное соображение работает и про правую часть. Это будет вот такая вот матрица вот такого вида. Ну и теперь смотрите, левая часть имеет такой вид, а правая часть имеет такой вид. Когда такое возможно? Единственный вариант, когда левая и правая часть просто равны единичной матрице. То есть отсюда, из этих двух условий следует, что это хозяйство – это просто единичная матрица. А это означает, что L1 на L2 в минус 1 равняется Е, и U2 на U1 минус 1 равняется Е. Отсюда и следует, что L1 и L2 – это одно и то же, и U1 и U2 – это одно и то же. То есть здесь было важно, что обе этих товарища у меня обратимы. Хорошо. Теперь давайте следующая вещь. Про разложение матрицы B симметричной в том виде, в котором написано. То есть, предположим, матрица B представляется вот в таком вот виде, где C2 и C1 – это верхние треугольные с единичками на диагонали, а D1 – они у меня диагональные. Поэтому C1 транспонированное – это что такое? Это нижние треугольные. То есть теперь давайте я сделаю так. Я возьму вот так вот скобки, поставлю вот в этом равенстве. Тогда смотрите, вот то, что здесь написано, это нижняя треугольная матрица с единичками на диагонали, а то, что здесь написано, это верхняя треугольная матрица. То есть аналогично то, что вот здесь написано, это нижняя треугольная матрица с единичками на диагонали, а то, что здесь написано, это верхняя треугольная матрица. И эти два… То есть матрица B у меня также по условию не вырождена. Это в самом начале сказано. И то, что здесь получается, это равенство двух L-разложений. А по предыдущему пункту, из пункта 1, следует, что у меня вот эти хозяйства равны и вот эти два хозяйства между собой равны. Отсюда я получаю, что у меня c1 транспонированная равняется c2 транспонированная и d1c1 равняется d2c2. Отсюда следует, что c1 равно c2, и значит тогда я могу во втором равенстве справа поделить на c1, которое равно c2, и получу, что d1 равно d2. Отсюда мы получили, что все компоненты обязательно совпадают, и мы доказали результат. Действительно, то разложение, которое получается из метода Якоби для матрицы билинерной формы, оно просто единственное. А раз оно единственное, то неважно, как мы его компоненты находим, мы всегда получим то, что нужно. Теперь смотрите, какой есть эффективный способ организации метода Якоби. Алгоритм диагонализации по методу Якоби. Что нам дано? Значит, нам дана матрица b квадратная. Ну и теперь, значит, какая наша задача? Мы не знаем, ну вот когда вам дали матрицу, вы не знаете, например, у нее выполнены условия для метода Якоби или не выполнены, потому что у нее угловые миноры равны нулю или не равны нулю. Поэтому задача у нас следующая, что, во-первых, проверить, угловые миноры равняются нулю у нее или нет. То есть вот это выяснить. И второе, если не равняется, если оказывается, что все угловые миноры не равны нулю, то хочется представить матрицу b в виде c транспонированная d на c, где c верхней треугольной, а d диагональная. Где c – это верхняя треугольная, а d – это диагональная. Ну вот можно пытаться там идти, значит, геометрически применять вот эти формулы из метода Якоби, и если где-то в формулах знаменатель оказался нулевой, то, значит, все, это не работает. Значит, мы проверили, что угловые миноры не нулевые, а если все сработало, ну вот, значит, все угловые миноры были не нулевые, и вот мы тогда там найдем все, что нам нужно. Но я хочу этот алгоритм проговорить чисто на матричном языке. И чисто на матричном языке он говорит следующее. Смотрите, что нам нужно сделать, значит, сам алгоритм, он говорит следующее, что вы берете вашу матрицу b, и вам разрешено с ней делать следующее преобразование. Это элементарные преобразования первого типа, когда вы, значит, из верхней строки, из нижней строки вы читаете более верхние с коэффициентом, то есть можно сверху вниз делать элементарные преобразования в любом порядке на самом деле. Вот давайте разрешим вот такие преобразования. И за счет таких преобразований вы хотите привести вашу матрицу к верхнему треугольному виду. И у вас есть как бы два варианта, что может произойти. Вот вариант номер один, вот вы приводите к верхнему треугольному виду, и тут у вас нолики везде, и тут какие-то числа, а тут ноль, а тут не ноль. Значит, а, ну даже не так, просто на диагонали встретился ноль. И другой вариант, что вы просто привели вашу матрицу к верхнему треугольному виду, а тут стоят ненулевые элементы. Вот это два варианта, которые возможны. Ну потому что, то есть как вы приводите к такому виду, вы берете вот здесь на диагонали сверху слева, смотрите на этот элемент, если он ненулевой, вычитая его снизу, вы вот тут добиваетесь нуля. Потом смотрите на следующий диагональный элемент, вычитая его снизу, вы добиваетесь нуля и так далее, двигаетесь сверху вниз. Не обязательно идти в таком порядке, но как бы можно пользоваться абсолютно любым, любой последностью преобразования. Но это вот стандартный способ прийти к такому, вот к одному из этих двух видов. То есть либо вы на диагонали где-то встретите ноль в какой-то момент, либо у вас вот такая ситуация. Так вот, в первом случае, если вы на диагонали встретили ноль, вот выделим вот эту подматрицу размера k на k, то это означает вот эта ситуация, что дельта-ката просто равняется нулю. Где равняется нулю дельта-ката? В исходной матрице B. То есть вот это означает, что просто условия для выполнения алгоритма Якобия не выполнены. Катый угловой минор равен нулю. А, значит, в этом случае, если вы пришли к такой ситуации, то на самом деле это означает, что все угловые миноры не равны нулю, и отсюда можно вытащить вот то разложение, как я сказал. А именно, ну, я сейчас скажу про это пару слов, но давайте поговорим про первую часть. Почему, значит, вот это условие означает, что дельта-ката здесь будет равен нулю. Просто когда мы делаем элементарное преобразование первого типа над верхним левым угловым блоком, то мы либо строку вычитаем из чего-то вне этого блока, поэтому его определитель не меняется, либо делаем элементарное преобразование первого типа внутри блока. Поэтому вот такие преобразования для угловых миноров верхних и левых просто не меняют их определители. Поэтому если здесь вот так вот встретился ноль, то значит и здесь соответствующий угловой минор нулевой. Это объясняет, почему вот здесь именно такая ситуация. Теперь вторая вещь, что происходит в этом случае. Смотрите, вот эта процедура, что она делает? Она на самом деле, когда вы производите элементарные преобразования, как здесь описаны, то любое такое элементарное преобразование создается нижней треугольной матрицей с единицами на диагонали. Поэтому переход от матрицы B к этому второму случаю осуществляется умножением слева на матрицу L, которая является нижней треугольной с единицами на диагонали. Поэтому если вы пришли к такому виду, а пусть это будет матрица U, то здесь произошло следующее. L умножить на B равняется U. Вот что вы на самом деле сделали. Теперь смотрите, какая штуковина. Теперь вы можете сделать вот такую вещь. У этой матрицы U мы возьмем диагональную часть. Вот эту диагональную часть обозначим за D, просто диагональ U. Тогда мы можем U представить D на матрицу V, где V – это просто D в минус первое U. То есть мы просто взяли и поделили каждую строчку на диагональный элемент, и V будет верхней треугольной с единицами на диагонали. То есть тогда V будет верхней треугольной с единицами на диагонали. Так вот, я утверждаю… Давайте так, я сейчас нечто плохо сделал. Я смешал в одно две вещи. Рассказ алгоритма и объяснение, почему он правильный. Давайте я сделаю следующее. Когда я такую процедуру проделаю, окажется следующее, что матрица L, значит, здесь окажется, что матрица L, и это будет просто V-транспонированная, и отсюда будет… Ой, значит, L в минус первой окажется V-транспонированная, и отсюда следует вот какая процедура. То есть как надо поступать? То есть когда вы привели вот к такому верхней треугольному виду, то вот эта диагональ, это и окажется диагональный вид вашей билинейной формы, а матрица C, искомая, это и будет матрица V. То есть, значит, искомые матрицы получаются так. D – это и будет нужная диагональная матрица, а C просто совпадет с матрицей V. Это будет та самая матрица, которая получается в алгоритме Якоби, когда вы там работаете с векторами. Поэтому глобально алгоритм выглядит так. Вы берете вашу матрицу, приводите вот к такому верхней треугольному виду, только вычитая более высокие строки из более нижних. И когда вы там смотрите на диагональ, то диагональ дает вам диагональный вид, а когда вы слева поделите эту матрицу на диагональную, то вы получите вот эту матрицу V, которая дает то, что вам надо. Ну, матрицу перехода C. Вот это алгоритм. Как поступать? Есть ли вопросы по алгоритму? Я немножко сумбурно рассказал. А кто понял, что сейчас произошло в алгоритме? Такой вопрос. Кто уследил? То есть плюс-минус получилось. Окей, ну на семинаре, я думаю, мы с ним подробно поработаем. Смотрите, давайте я сделаю вот что. Я хочу пояснить заявление, которое вот здесь сделано про матрицу L в минус первую и V транспонированные. То есть, смотрите, что я сделал. Я взял матрицу B. Вот в результате таких преобразований я ее умножил слева на матрицу L и получил верхнюю треугольную матрицу U. А дальше верхнюю треугольную матрицу U разложил на диагональную и еще одну верхнюю треугольную матрицу V с единичками на диагонали. В итоге смотрите, что я получил для матрицы B. Для матрицы B я получил следующую вещь, что матрица B равняется L в минус первой на D на V. При этом, смотрите, L в минус первой у меня при этом нижняя треугольная с единичками на диагонали, а матрица V у меня верхняя треугольная с единичками на диагонали. Но теперь я могу это равенство транспонировать и получу V транспонированное равняется V транспонированное на D на L минус транспонированное. И могу вот так вот расставить скобки. И у меня получится два LU разложения. Отсюда должно следовать, что вот эти две матрицы совпадают и вот эти две матрицы совпадают. То есть из единственности LU разложения, единственность LU разложения, как раз следует, что L в минус первой равняется V транспонированное. Ну, это как бы ровно то, что утверждалось. Поэтому на самом деле в результате вот такой процедуры мы что находим? Мы находим матрицу D и матрицу V. То есть это означает, что мы на самом деле представили матрицу V в следующем виде. V транспонированное D на V, то есть V это и есть искомая матрица C. Еще раз кратко, можно? Мы же его для разных матриц взяли. Для V и V транспонированное. Значит, смотрите, матрица V у нас симметрична. Значит, вот здесь равенство. То есть мы изначально стартовали с симметричными, да, я вот это не сказал, ключевую вещь, что мы сейчас работаем с симметричными белинейными формами. Значит, и для симметричной белинейной формы, если ты получил какое-то разложение для его матрицы, то его транспонируешь, это получается такое же разложение, но только как-то там подправленное, для той же самой матрицы. И вот соображения с единственностью LU разложения позволяют вам вот такие трюки делать. Поэтому, если кратко, то смотрите, вот то, что сейчас произошло, оно не требует вообще никаких вычислений там определителей, и все эти определители, они считаются автоматически. То есть, по сути, весь алгоритм, вместо геометрического алгоритма, то есть я сейчас получил матричный алгоритм, который делает то же самое, что делает метод Якоби, но только у вас больше свободы. Метод Якоби говорит следующее, что вам надо обязательно в определенном порядке строить вот эти новые байсные векторы. Этот же алгоритм, он говорит следующее, что не обязательно там вот в нужном порядке. Важно лишь делать одно, вычитать более высокие строки из более низких, а в каком порядке вы это будете делать, абсолютно неважно. В силу единственности LU разложения, вот как бы вы вот тут эти операции не выполнили, если вы в результате этой процедуры пришли к верхней треугольной матрице, то вот там матрица накопленных преобразований, которая получилась, это будет одна единственная матрица, которая только могла быть. И, собственно, ее восстановить не очень удобно, а вот ее обратную восстановить легко, а именно она получится вот только из этого куска делением на диагональную часть, вы получите матрицу V, которая будет после транспонирования будет обратной вот к той, которую вы здесь применили. Ну, собственно, вот самое главное, что здесь есть, это чтобы мы просто по-другому оформили работу алгоритма Якоби, и за счет того, что мы работаем с матрицами, у нас теперь чуть большая свобода, то есть у нас вот здесь запас преобразований стал больше, нам не обязательно идти фиксированным способом приводить ее к верхнему треугольному биту. Хорошо. Так, давайте сделаем так. Я вот сейчас более-менее все, что хотел рассказать про алгоритмическую часть, закончил. Есть какие-то вопросы вот по тому, что сейчас произошло, по алгоритму? Хорошо. Значит, а кто считает, что он смог осознать вот теперь алгоритм, и почему это все хозяйство работает? А, окей, хорошо, отлично. Значит, то есть как минимум такие люди есть. Вот, это уже не провал. Теперь давайте тогда поговорим о следующей вещи. Единственное, что может быть, я давайте наверх уйду. Значит, я хочу теперь поговорить про квадратичные формы. Значит, квадратичные формы – это такая история замечательная, значит, которая, ну как сказать, мы хотим там убить двух зайцев. Ну, в общем, квадратичные формы, они нам позволят немножко по-другому взглянуть на билинейные формы. Квадратичные формы. Значит, смотрите, вот предположим, у нас есть билинейная форма на пространстве V. Не обязательно симметрическая, вообще любая. То есть, что это такое? Такое правило, которое съедает два вектора и выплевывает на выходе число. Теперь давайте мы сделаем следующее. Мы рассмотрим отображение, которое по вектору ставит число, и оно делает так. Оно в билинейной форме, просто один и тот же вектор подставляет слева и справа. Вот такая штука называется квадратичной формой, соответствующей билинейной форме β. Значит, в чем выигрыш и в чем проигрыш? Смотрите, выигрыш в том, что теперь у нас функция от одного аргумента, а не от двух. Это чуть приятнее. А проигрыш в том, что билинейная форма была линейна по каждому аргументу, а вот квадратичная форма уже не линейна по аргументу. Она, что называется, однородной степени 2. Это вот что означает. Замечание, что если я возьму произвольный скаляр λ, то q β от λ v равняется λ в квадрате q β от v. То есть из квадратичной формы скаляры выносятся в степени 2. Это на самом деле самое важное абстрактное свойство, которое есть у квадратичных форм. И пока я ничего особо не сделал. Я просто взял функции, которые мы изучали. Левый и правый аргумент отождествил. И вот смотрите, какая замечательная штука. Главный бонус будет в том, что так как теперь у нас функция от одного аргумента, и который возвращает число, то для нее можно будет рисовать графики. А когда мы рисуем графики, мы что-то там себе представляем, и вот можно как-то там работать, что-то там выяснять про билинейную форму, глядя просто на график квадратичной формы. Поэтому нам нужно изучить, как связана исходная билинейная форма с квадратичной формой, которая по ней строится. То есть понятно, мы какую-то часть информации забываем, когда переходим от бета ку. И вот хочется понять, какую информацию можно восстановить. И чтобы этим заняться, давайте в первую очередь посмотрим, а что происходит в координатах, когда у нас все задано матрицами. Смотрите, вот есть у меня билинейная форма, которая заданная по правилу x, y переходит в x транспонированное b, y. По ней я строю квадратичную форму, которая fn в f, она x переводит в x транспонированное b, x. Это просто по определению. То есть в этом смысле, что моя квадратичная форма, q бета от x, это просто x транспонированное b, x. Но вот если посмотреть внимательно, что это такое, это будет сумма o, i, j, и здесь будет b, i, j, t, x, i, x, j. Но теперь из-за того, что левый и правый аргумент одинаковый, то значит, если я x, i, x, j, x, j, x, j, это один и тот же маном, то есть один и тот же многочлен, и поэтому при таких товарищах можно сгруппировать слагаемые. То есть это хозяйство можно переписать следующим образом. Это сумма по i от 1 до n, b, i, i, t, x, i, t в квадрате, плюс, а здесь будет сумма по i меньше j, и здесь будет такая вещь, b, i, j, t плюс b, j, i, t, x, i, x, j. И вот в таком виде у меня представляется моя квадратичная форма. То есть это, видите, однородный, то есть в fn это однородный многочлен степени 2. И отсюда сразу видно вот какая штуковина, что, значит, диагональные коэффициенты, они вот как бы выделяются явно, а не диагональные коэффициенты, а из них можно выделить только сумму. То есть на самом деле, если внимательно посмотреть на следующий пример, то есть давайте посмотрим на пример 2 на 2, то есть я возьму в пространстве f2 квадратичную форму, то можно вот что заметить, что если я возьму вот такую, например, матрицу, то когда я вот это хозяйство перемножу, я получаю 2x1x2. Если я возьму вот такую вот матрицу, то я опять получаю 2x1x2. Почему? Потому что вот эта штука, она мне даст, значит, x1 на x2, а вот этот коэффициент даст мне x2 на x1. Но так как у меня умножение чисел коммутативное, то это опять даст 2x1x2. И аналогично, если я рассмотрю вот такую вот штуковину, то у меня опять получится 2x1x2. То есть как мы видим, что это все как бы разная запись одной и той же квадратичной формы. То есть это все дает одну и ту же квадратичную форму q от x. То есть разные матрицы дают одну и ту же функцию. То есть в случае билинейных форм у нас была объекция, даже линейный изоморфизм между пространством билинейных форм и квадратными матрицами. В случае же квадратичных форм, за счет того, что мы отождествили левый и правый аргумент, теперь уже разные матрицы могут задавать одну и ту же квадратичную форму. Поэтому у нас уже нет такой биекции между матрицами и квадратичными формами. Однако давайте обратим внимание, какая у нас есть свобода. Вот если мы внимательно посмотрим, значит, что квадратичная форма в кардинах – это все равно, что вот такой вот многочлен. А когда такой многочлен однозначно задается своими коэффициентами? И здесь мы видим, что у нас есть коэффициенты при квадратах переменных. Это в точности диагональные элементы, а коэффициенты при попарном произведении элементов – это суммы элементов вне диагонали. То есть это вот сумма вот этого с этим. Значит, это вот то, что возникает вот здесь. А вот эти элементы – это то, что возникает на диагонали. Поэтому на самом деле у нас однозначно определены диагональные элементы для матрицы, которая задает квадратичную форму, и однозначно определены суммы вот таких вот симметричных вне диагональных элементов. То есть BG плюс BGE. То есть мы можем как бы перекидывать отсюда сюда числа. Вот видите, было 2,0, я взял отсюда единичку, перекинул сюда 1,1, и это задает то же самое. То есть вот это единственная неоднозначность, которая у нас есть. В частности, это означает, что если у меня матрица квадратичной формы симметрична, то у меня однозначно восстанавливаются вот эти коэффициенты. А именно, я же знаю их сумму вот отсюда, и из полиномиального вида. То получается, как бы половина этой суммы, если я расставлю половину здесь, половину здесь, как вот в этом случае, то вот в таком симметричном виде у меня матрица квадратичной формы создается однозначно. То есть такое замечание из анализа вот этой формулы, связанной с многочленом, мы видим, что замечание, что Q от X равное X транспонированное AX, а X, значит, матрица А у меня неоднозначно определена. Но если матрица А симметрична, то тогда она однозначно восстанавливается по матрице Q. Давайте теперь я явно скажу, но вот если вам квадратичную форму задали вот в таком виде и матрица А не симметрична, то как получить по ней нужную матрицу? Заметьте, что вот это число, поэтому если вы это число транспонируете, то Q от X это то же самое, что X транспонированное A транспонированное X. И потом, если вы сложите и поделите на два, ну вот здесь опять же вся эта теория требует, чтобы у вас двойка не равнялась нулю, то вы можете восстановить вот в таком вот виде, это при условии, что 2 не равняется нулю, вы можете восстановить матрицу вашей квадратичной формы в симметричном виде. Так, хорошо, значит, отлично. Значит, теперь, ну вот это было такое некоторое замечание о том, как устроена на матричном языке квадратичная форма. И самое главное, что есть надо было запомнить, что теперь уже квадратичная форма не задается однозначно матрицами. Хотя формула от белинейной формы отличается лишь тем, что слева и справа стоит один и тот же аргумент. То есть мы в частности, смотрите, если я возьму, еще одно замечание, если я возьму, например, вот такую вот матрицу и рассмотрю вот такую квадратичную форму, то я получу тождественную ноль, потому что вот этот коэффициент даст мне минус X1, X2, а этот даст X1, X2, они сократятся. То есть в частности, видите, у меня какие-то ненулевые матрицы могут задавать нулевую квадратичную форму. То есть мы часть информации явно теряем. И вот давайте поговорим о том, а как на самом деле связаны белинейные формы и квадратичные формы. Но забегая вперед, скажу следующее, что есть соответствие между симметричными белинейными формами и квадратичными формами в случае, когда двойка не равна нулю. Я вот тут немножко с этим неаккуратно сверху про это говорил, но когда я сейчас буду формулировать утверждение, я все нужные условия сформулирую. И вот оказывается, что изучать симметричные белинейные формы это все равно, что изучать квадратичные формы. И бывает по ситуации, в некоторых ситуациях удобнее работать с белинейными формами, а в некоторых ситуациях удобнее работать с квадратичными формами. Поэтому почему бы не отказать себе в удовольствии поработать с квадратичными формами? Мало ли, вдруг это где-нибудь пригодится. И иногда оно пригождается. Поэтому первое, что я хочу сделать, я хочу по-нормальному объяснить связь между симметричными белинейными формами и квадратичными формами. Как переходить от одних к другим? На языке координат более-менее понятно, что происходит. Мы просто работаем с некоторыми матрицами и слева и справа меняем, один и тот же аргумент отождествляем. Но я хочу в обратную сторону перейти и показать, как делается абстракт. Связь между квадратичными формами и белинейными формами. Значит, смотрите. Сейчас будет следующая процедура. У нас есть множество белинейных форм на пространстве В. То есть это такие товарищи бета, которые бьют вот так. И вот есть у нас множество квадратичных форм на пространстве В. То есть это квадратичные формы, но это выражение вида кубета, которые берутся из какой-то белинейной формы и они бьют вот так. И сейчас у нас есть отображение синее слева направо, когда мы по бета ставим кубета. Просто по определению это вот такая вот вещь. Это просто по определению это сюрреективное отображение и вот оно по белинейной форме ставит квадратичный. Но опять же здесь можно увидеть, что белинейные формы, мы знаем, это является векторным пространством, квадратичные формы тоже являются векторным пространством. Ну вот просто складываете выражение и все. И вот оказывается, вот это отображение, оно линейное и оно у нас сюрреективное. И вот интересно, какое у него ядро. Но еще интереснее, а как как бы вернуться назад? И вот есть формула в обратную, в сторону которой по квадратичной форме восстанавливает белинейную форму. Это уже чуть менее очевидная штука. То есть как бы мы знаем всего лишь функцию от одного аргумента, когда левый и правый аргумент отождествлен. Значит, а вот можно оказывается восстановить какую-то по ней белинейную форму. Но для того, чтобы вернуться назад, нужно условие, что 2 не равно 0. И вот эта формула в обратную сторону называется поляризационной формулой. То есть в обратную сторону, когда у нас есть квадратичная форма, и мы по ней строим некоторую белинейную форму. Это называется поляризационная формула. Давайте я сейчас расскажу, что это такое. Поляризационная формула работает вот как. Значит, давайте я сформулирую это в виде утверждения. Утверждение, поляризационная формула. Значит, пусть у меня V – это векторное пространство, произвольное над полем F. Так что и 2 не равно 0 в моем поле. Значит, и пусть у меня Q из V в F – это некоторая квадратичная форма. Ну, то есть найдется какая-то билинейная форма, там абсолютно любая, так что вот эта квадратичная форма из нее взялась. Вот. То, значит, тогда давайте определим отображение бета-Q из V Декартова на V в F. По следующему правилу. Пара V – U идет в следующую формулу. 1 вторая Q от V плюс U минус Q от V минус Q от U. Так вот, оказывается, что… Да, и вот что утверждается? Утверждается, что бета-Q является симметричной билинейной формой. То есть мы вот стартовали с каких-то там однородных многочленов второй степени, как бы условно говоря, если мы в FN работаем. Ну, вот если, ну, в общем случае, ну, там может быть мало ли четко какие-то интегралы, еще что-нибудь в каком-то безумном пространстве, там функции. Это все годится для любых пространств, не только конечномерных. Так вот, если вот у вас есть некоторая квадратичная форма, то, оказывается, вот по такому правилу можно построить некоторую симметричную билинейную форму из квадратичной формы. И вот эта формула называется полиализационной формулой. Ну, первое, что нужно проверить, это просто проверить, что эта вещь корректна. То есть, что действительно такое правило задает билинейную форму. То есть, что вот это правило по левому аргументу V, то есть по аргументу V является линейной, по аргументу U является линейной. И что, значит, то, что получилось, оно симметрично не зависит от порядка аргументов. Ну, смотрите, значит, давайте, значит, что нам нужно сделать? Нам нужно показать, что вот это хозяйство будет симметричной билинейной формой. Да, кстати, есть ли вопросы по формулировке? Хорошо. Здесь нужно сделать так. Мы знаем, что наше Q, это на самом деле Q от V. Это на самом деле Q от какой-то гамма от... Ой. Да, это какая-то Q гамма от V. То есть, это гамма от VV, где гамма – это билинейная форма, какая-то билинейная форма. Поэтому, значит, чтобы теперь проверить, что у нас получилось, я просто должен взять и подставить вот это правило вот сюда наверх вместо Q. И я увижу следующую вещь, что у меня будет стоять 1 вторая гамма от V плюс U, V плюс U минус гамма от VV минус гамма от UU. То есть, вот что у меня написано в поляризационной формуле. И теперь, если я это хозяйство раскрою, то, смотрите, первое слагаемое распадается в сумму чего? Гамма от VV плюс гамма от VU плюс гамма от UV плюс гамма от UU. То есть, вот тут у меня гамма от VV плюс гамма от VU плюс гамма от UV плюс гамма от UU. Это первое слагаемое. И дальше я еще вычитаю, это вот первое слагаемое. А дальше я вычитаю вот таких товарищей. То есть, я вижу, что у меня сокращается что? Вот это с этим сокращается, вот это с этим сокращается. И то, что осталось, получается гамма от VU плюс гамма от UV. И все это пополам. И действительно, то, что получилось, это сумма двух билинейных форм, то есть гамма и гамма с повернутыми аргументами. И то, что получилось, это явно симметричная билинейная форма. Поэтому такая процедура действительно по квадратичной форме восстанавливает некоторую симметричную билинейную форму. И на самом деле мы проверили вот здесь следующую вещь, что если я взял билинейные формы, по ним построил квадратичную форму, а потом опять применил поляризационную форму и взял билинейную форму, то есть вот здесь это переход от бета я перешел к q бета, а здесь я от q перешел к поляризационной формуле, то вот эта процедура – это процедура симметризации. То есть которая задана вот этой формулой. То есть если я стартую с гаммы, потом по ней строю квадратичную форму, а потом опять билинейную форму, то я получаю симметризованную версию гаммы. И если я это делаю в координатах, то есть теперь если мои билинейные формы были определены на fn, то есть если я стартовал с билинейной формы на fn, потом перешел в квадратичные формы на fn, а потом опять билинейные формы на fn, то здесь я отстартовал с выражения х транспонированная b, y. Первая процедура что делает? Она просто отождествляет оба аргумента, а следующая процедура делает следующее. Она матрицу b заменяет на ее симметричную версию и строит по ней вот такую билинейную форму. То есть на уровне координат это как бы тривиальная вещь, то что здесь происходит. Но самое главное, что здесь мы должны увидеть, что у нас получается биекция между квадратичными формами и симметричными билинейными формами. То, что мы здесь получаем, замечание, что у нас на самом деле получилась следующая биекция. На самом деле изоморфизм между чем и чем? Между симметричными билинейными формами на пространстве v и квадратичными формами на пространстве v. Эти изоморфизм устроены так, как написано выше, что по симметричной билинейной форме я строю квадратичную отождествлением аргументов, а по квадратичной форме я строю симметричную билинейную форму по поляризационной формуле. Теперь, почему это правило биекции? Сейчас то, что произошло выше, произошло следующее. Я показал, что вот такая композиция будет тождественная. Что если я взял симметричную форму, построил квадратичную форму, а потом по квадратичной форме опять построил билинейную, то формула выше, вот здесь, которую я показал, она говорит, что надо просто взять вот такую дрянь. Но если при этом гамма была исходно симметричная, то я получаю исходную. Так что вот то, что здесь произошло, говорит следующее, что я пройду сюда и обратно, значит, я получу тождественное отображение. В частности, это означает, что вот эта стрелка верхняя, она инъективна. Потому что действительно, если я прошел направо и налево, и я инъективен, значит, первая стрелка тоже была инъективна. Но по определению, вот эта верхняя стрелка, она также сюрреективна. Это просто по определению любая квадратичная форма происходит из такой процедуры. Это означает, что просто верхняя стрелка является, значит, инъективной и сюрреективной. То есть это просто изоморфизм, значит, между этими двумя пространствами, а нижняя, это к ней обратная. Поэтому вот видите, я так вот как бы проверил только одну композицию, а остальное, оно автоматически получается из сюрреективности верхней стрелки. То есть это, поэтому это замечание, а не какое-то там полноценное утверждение, в котором надо что-то доказать. Поэтому изучать как бы симметричные билинейные формы или изучать квадратичные формы – это одно и то же, несмотря на то, что в квадратичных формах формально меньше информации. Вот есть ли сейчас какие-то вопросы на этом этапе? Хорошо, тогда давайте я сделаю пару замечаний. Одно замечание такое, что вот с квадратичными формами в карнатах есть еще некоторый метод, ну вот мы вот диагонализовали билинейные формы в каком-то базисе, и там вот пользовались всякими методами симметричного Гаусса, там это что вот в лоб меняли базис, либо там метод Якоби. Есть еще такая вещь, как метод Лагранжи, и я про него рассказывать не хочу, потому что это в какой-то степени устаревшее барахло, и оно не то чтобы сильно нужно, но просто про него нужно знать, что он есть. Я пару слов хочу сказать про эту вещь, метод Лагранжи. Вот смотрите, когда у вас есть некоторая квадратичная форма на пространстве Fn, эта квадратичная форма представляется в виде некоторого многочлена вот такого вида сумма А и ИТ, ХИТ в квадрате по И, плюс сумма А и ЖТ, ХИТ, ХИТ, ХЖТ при И меньше Ж. То есть у вас получается вот такая вот штуковина. Кстати, эта штуковина соответствует следующей матрице. На диагонали у нас стоят А, 1, 1, А, Н, Н, а вне диагонали стоят А и ЖТ и пополам. То есть вот это единственная симметричная матрица, которая соответствует такому вот многочлену. То есть вот эта штука, она также представляется в виде Х транспонированной АХ, где А – это вот эта вот матрица. Так вот, смотрите, что означает, что я хочу найти базис, в котором матрица билинейной формы, ну, квадратичной формы диагональна. Это означает, что я хочу, чтобы вот это выражение было представлено в виде суммы квадратов. Ну и вот можно здесь делать всякие махинации и приводить вот это выражение к виду сумма Б и ИТ, Х с волной ИТ в квадрате в новых координатах. То есть вы делаете как бы линейные замены координат и собираете новые выражения. И когда вы вот, ну, и как бы ИТ с волной – это будут новые координаты, и в этих новых координатах матрица квадратичной формы диагональна. Теперь вот как происходит эта процедура? Ну, по сути, она происходит методом выделения полного квадрата. То есть если у вас что-нибудь такое, Х1 в квадрате плюс Х1, Х2 плюс Х2 в квадрате, то вы можете что как бы сделать? Ну вот здесь вот выделить полный квадрат в этой части, а именно написать что-то вот такое. Значит, 2, 1, 2, Х2 на Х1 и дальше плюс 1, 2, Х2 в квадрате минус 1, 2, Х2 в квадрате и плюс еще Х2 в квадрате. Вот. И как бы, ну, то есть я сейчас делаю на примере, я не хочу общий метод рассказывать. Ну и вот после такой вот штуковины у вас получается выражение вот подобного вида плюс с каким-то коэффициентом, ну, получается здесь что будет? 1,1, то есть 5 в четвертых, Х2 в квадрате. Ну и вот, собственно, вот это будет ваше Х1 с волной, а вот это будет ваше Х2 с волной. И вот подобным образом, работая с полиномами, можно диагонализовать матрицу. То есть вы вот так вот запоминаете подобные замены, накапливаете их, ну и вот потом, значит, там составляете их, композицию и понимаете, что вот на координатах вы сделали такую-то замену, значит, вы вот сделали такую-то замену байвисов. Поэтому вот как бы работа вот с многочленными, она тоже позволяет вам диагонализовать матрицу билинерной формы. Это не очень удобно, то есть бывает это удобно, значит, но я не то чтобы хочу заморачиваться над этим методом, знаете просто, что такое бывает. А, 3 четвертых, не 5 четвертых, да, спасибо, я там не плюс, а минус. Вот, это спасибо. Не туда посмотрел, да, действительно, с плюсом оно сюда входит. То есть вот это приблизительно такой обзор метода Лагранжа по диагонализации, квадратичной формы. А дальше, как он применяется к билинерным формам, я просто, здесь важна идея. То есть вы стартуете с билинерной формы, которая задана вот в таком вот виде. Вы эту билинерную форму меняете на соответствующую квадратичную форму. Здесь вы находите новые координаты. И эти новые координаты, они у вас как устроены, вы их находите, что вот x чертой равняется некоторая c на x. То есть вот в таком виде вы находите новые координаты. Вот видите, вот здесь, собственно, вот в таком виде они найдены, что новые выражаются через старые. Но это означает следующее, что так как между билинерными формами и квадратичными формами, билинерными симметричными и квадратичными есть взаимоднозначные соответствия, значит, что если вы соответствующую квадратичную форму диагонализовали, то это означает, что вот в этих новых координатах и билинерная форма тоже будет диагонализована и будет диагонализована той же самой матрицей. Потому что по принципу безысходности ничего другого быть не может. То есть вот это некоторая идея, как можно по-другому диагонализовывать билинейные формы, пользуясь квадратичными формами. Это называется метод Лагранжа. Можешь повторить последнее? Последнее. Смотри, вот ты взял билинейную форму, построил по ней квадратичную форму, дальше сделал некоторую замену координат, которые диагонализуют твою квадратичную форму. Давай эту же замену координат применим к исходной билинейной форме. Так как билинейная и квадратичная форма – это объекты, которые не зависят от координат, поэтому если я сменю координаты и там, и там, то то, что получится здесь, это будет квадратичная форма, соответствующая нашей новой билинейной форме. А раз это диагонализовано, то и это будет диагонализовано той же самой матрицей. Ты просто здесь применяешь в обратную сторону поляризационную формулу. На языке матриц, ну просто как сказать, они задаются одной и той же матрицей. Если матрица бассимметрична, то левый и правый объект задаются одной и той же матрицей. Поэтому если ты здесь с помощью какой-то замены матрицы диагонализовал, то и здесь с помощью этой же самой замены ты эту же матрицу диагонализуешь. Вот и все. То есть на идейном уровне тут ничего не произошло. Вот. Это как бы такое не суперважное мероприятие. А у кого получилось уловить, о чем приблизительно метод Лагранжа? А, окей. То есть все-таки более-менее было приблизительно понятно. Но я так скажу, что я никого этим методом мучить не буду. Я его больше здесь про него рассказываю, чтобы вы просто знали, когда… То есть очень важно вот что делать. То есть когда вы какие-то методы встречаете, ну слова какие-то встречаете, вам надо понимать просто про что люди говорят. Это вещь не то чтобы с моей точки зрения очень полезная, вот. И как бы, ну просто про что люди имеют в виду, когда вот говорят метод Лагранжа, ну вот надо знать. Вот имеют в виду вот такую штуку. И тут главная идея именно вот в этой штуковине, что как бы он полезен именно для работы с билинейными формами, потому что изучать билинейные формы все равно, что изучать… Ну симметричные, все равно, что изучать квадратичные. Вот как бы главная концепция, которая лежала за этим методом. Значит, ну особо я бы не сказал, что он прям суперудобный. Симметричный Гаусс лучше всех. Вот, знаете. Это как вот, не знаю, встречаешься ты с девушкой, да, вот и тебе кажется, что вот там вот другая, вот она может быть лучше, а вот та вот там интереснее, вот это симпатично. Нет, ребят, барахло. Вот та, с которой вы встречаетесь, она самая лучшая. Все, вот так же и здесь. Симметричный Гаусс изучили, вот он самый лучший. Он там рассказывает про какой-то метод Лагранжа, не ведитесь. Знаете, что он есть, смотрите на него издалека, руками не трогайте. Вот, президент так. Дела обстоят. Так, хорошо. Теперь давайте поговорим про какие-то более содержательные вещи. Значит, я тут, ну, было много какой-то такой болтологической информации, мы ничего не доказывали, я просто сообщал какую-то терминологию, какие-то объекты, какие-то построения. Значит, теперь давайте я хоть что-то содержательное расскажу. И теперь я хочу поговорить про классификацию симметричных билинейных форм. Значит, смотрите, симметричных билинейных форм. Значит, ну, вот мы уже знаем, что эти билинейные формы можно диагонализовать. И теперь весь вопрос, а как дальше? Вот у вас есть две диагональные матрицы, которые задают билинейную форму. А вот когда две диагональные матрицы задают одну и ту же симметричную билинейную форму? Вот, оказывается, ответ на этот вопрос сильно зависит от поля. То есть здесь классификация будет зависеть от поля. То есть тут важно, какое поле. Давайте даже красным напишу. И здесь мы, значит, сейчас сделаем так. Я сначала расскажу для алгебраически замкнутого поля, а потом буду рассказывать только для полевещественных чисел. Вот, поэтому, как бы, хорошо. Значит, так. Смотрите, значит, давайте сделаем так. Утверждение номер один. Значит, классификация над алгебраически замкнутым полем. Пусть у меня V – это векторное пространство над полем F и поле F алгебраически замкнутым. Значит, и, ну и как обычно, у меня 2 не равно 0 в этом утверждении. Значит, тогда верно следующее. Для любой билинейной формы на пространстве V существует базис такой, что матрица нашей билинейной формы в этом базе имеет следующий вид. Для любой только симметричной, пардон, я вот тут забыл это сказать, симметричной билинейной формы β. То есть я сейчас только про симметричные говорю. Вот, то есть любая симметричная билинейная форма, она приводится к такому виду. На диагонали только единички и нули. Ну, смотрите. Значит, поэтому, значит, в качестве, да, так, и отсюда выяснится следующее, что давайте сразу пару замечаний перед доказательством, что оказывается, что да, да, а количество этих единиц на диагонали это просто ранг билинейной формы. То есть мы знаем, что ранг не зависит от базиса. Поэтому получается, что как бы две разные матрицы задают, две разные симметричные матрицы будут задавать одну и ту же билинейную форму на долгебежных и замкнутом поле, тогда и только тогда, когда у них одинаковый ранг. Почему? Ну, потому что тогда и только тогда они приводятся вот к одному и тому же вот такому одинаковому виду. Вот, собственно, как это работает. Теперь смотрите, что мы уже знаем. Мы знаем, что существует какой-то базис такой, что в этом базисе матрица билинейной формы она будет диагональна. Ну, здесь я отметил, выделил не нулевые, и нулевые диагональные элементы. Теперь смотрите, чтобы нам сделать дальше замену, давайте посмотрим, как выглядит теперь наша билинейная форма вот в этих координатах. Бета от x, y у меня получается равняется d1, x1, значит, y1 плюс и так далее, плюс dk, xk, yk. И теперь я должен сделать некоторую замену. Давайте сделаем следующую замену. Но вот из-за того, что поле алгебраически замктое, у меня существуют элементы s, it, такие, что s, it в квадрате равно d, it. То есть я могу извлечь корень из каждого диагонального элемента. Тогда я могу вот это хозяйство переписать вот в каком виде. значит, s, it, ой, s1, x1 на s1, y1 плюс и так далее, s, k, x, k на s, k, y, k. И теперь я могу вот это хозяйство взять за новые переменные. То есть я должен применить одну и ту же замену к левой и правой части. То есть теперь я просто делаю замену координат такую, что вот у меня, значит, x1 с чертой и так далее, xn с чертой устроено так. Да что ты будешь делать? Это будет s1, s, k, а потом единички на x1, xn. То есть я просто в координатах записал замену. Ну, вот понятно, что чтобы сделать замену на базисах, это мне просто нужно сделать, соответственно, ну, с помощью обратной матрицы проделать. Вот. Ну, а теперь я вижу, что после такой замены значит, моя белинейная форма превращается, ну, вот в такую. А это и есть белинейная форма, которая записана вот такой вот матрицей. Значит, ну вот, пожалуйста, мы и проделали то, что нужно. То есть здесь единственное место, где я поливался в алгебраической замканности, это вот место, где мне нужно было из диагональных элементов извлечь корни. Теперь следующая вещь. То есть вот это была классификация над алгебраическим замканным полем. То есть здесь все полностью определяется просто рангом матрицы. И ничего другого у вас как бы нет. Теперь, что происходит в случае, когда поле какое-нибудь другое? Давайте возьмем теперь случай вещественного поля. Смотрите, утверждение. Пусть у меня β, значит, это... А, давайте так. В – это векторное пространство над полем вещественных чисел. И β, значит, это симметричная билинейная форма. Тогда существует базис E1, E, N, такой, что в этом базисе матрица билинейной формы имеет следующий вид. То есть на диагонали стоят единички, минус единички и нули. При этом... Значит... То есть над алгеберическим замкнутым полем симметричных билинейных форм настолько мало, что вот они слева... Слева направо? Не очень понял, что значит слева направо, но их... Да, их очень мало. Их там... Их всего... Это мем, я понял. Ну вот я не очень в курсе про мем. Да, я понял, что про слева направо это мем. Да, их вот с точностью до как бы эквивалентности, ну то есть вот всего столько, сколько рангов. То есть N плюс 1. Вот. Поэтому их там раз-два и обчелся. На самом деле над полем R их тоже будет не сильно много. Значит, смотрите. Значит, вот над полем вещественных чисел любая симметричная билинейная форма она в каком-то базе приводится к такому виду, где единички минус единички и нули на диагонали. При этом количество единиц, количество минус единиц и количество нулей оно не зависит от базиса. То есть, если вы в каком-то другом базисе привели к такому виду диагональному с единичками минус единичками и нулями на диагонали, то в другом виде количество единиц минус единиц и нулей будет точно таким же. То есть вы, значит, не, как сказать, то есть это некоторые инварианты. То есть вот что здесь нужно заметить, что в вещественном случае у вас кроме ранга появляется еще один инвариант. То есть от количества единиц минус единиц это просто ранг вашей матрицы, ранг вашей биолю fantasy формы. Но теперь ранг разбивается на положительную и отрицательную часть. И положительная и отрицательная часть у ранга вашей матрицы – это как некоторый вариант. Для операторов ничего подобного не было. У линейных операторов нельзя никак размерность образа поделить на положительную и отрицательную часть. А вот для билинейных форм можно. То есть это ситуация, когда билинейные формы себя ведут лучше матрица билинейных форм, чем матрица линейного оператора. У них есть такой дополнительный вариант, которого не было в случае линейных операторов. И это, заметьте, только в случае вещественного поля. То есть я хочу подчеркнуть вот эти тонкости и разницу между тем, что у нас было про оператора, и тем, что мы впервые столкнулись с некоторым явлением, которого в операторах не было. А тем не менее мы работаем с матрицами квадратными. А вот в билинейных формах это явление есть. Хорошо. Ну, давайте тогда сделаем так. Я надеюсь, что вопросов по формулировке нет. Если есть, задавайте. Но давайте я сейчас попробую это хозяйство доказать. Ну, смотрите, по поводу существования. Я думаю, существование понятно. Что сначала мы выбираем базис Е1, Еn', в котором матрица нашей билинейной формы диагональна. А потом у нас все коэффициенты делятся на положительные и отрицательные. Будем считать, что, например, первая какая-то группа положительная, следующая группа отрицательная, а в конце идут нули. И поэтому, если мы хотим привести к такому виду, что теперь уже в чем проблема с вещественным полем, с вещественным, корни извлекать можно только из положительных чисел. Поэтому мы можем сделать такую замену. Давайте я теперь на языке базисов сделаю, что первые базисные векторы, где вот голубые штуки, мы делаем такую замену, делим на корень из D1, E1, вот такую замену делаем. Значит, это вот для первого блока. Для второго блока мы E1 меняем на корень из модуля D1, вот такую замену. А последние, там где нули встретились, эти базисные векторы мы просто не трогаем, оставляем их как есть. Тогда после такой замены у нас что произойдет? Вот эти элементы превратятся в единичку, вот эти элементы превратятся в минус единичку, тут останутся нули. И вот после такой замены мы как раз и получим требуемый вид. Вот кто смог понять вот такое объяснение, ну без подробностей? О, хорошо. А есть ли кто-то, кто считает, что нет, что-то какая-то дичь сейчас произошла, надо по-нормальному что-то рассказать? Вот минус. О, отлично, эту дичь вы съели, отлично, этого хватает. Теперь смотри, теперь надо показать, почему количество единиц и минус единиц не зависит от базиса. Давайте сделаем так. Предположим, противное, предположим, пусть так получилось, что вот у меня есть один базис E1, EN, в котором матрица белинейной формы вот такая вот, и здесь у меня, скажем, K, S, K единиц и S минус единиц. А значит, в другом базисе с штрихованным у меня матрица B, значит, она тоже представляется в таком виде, а здесь у меня будет U и T единиц и минус единиц. Ну, обращу внимание, что K плюс S равняется U плюс T, потому что это ранг. Так, верно ли, что в произвольном поле две белинейные формы в диагональном виде эквивалент тогда только так, когда можно домножить числа на диагонали в первой форме на квадрат и получить… Нет, неверно, там сильно интереснее. Попробуй матрицы 2 на 2 над Q и удивишься. Там, скажем, если ты просто диагональные две матрицы над Q, для них явно напишешь… Ну, пусть D и D' две диагональные матрицы над Q размера 2 на 2. Напиши, D' равняется C транспонированное DC, где C – это произвольная обратимая матрица с рациональными коэффициентами. И посмотри, что тогда, какое условие у тебя явно будет. У тебя там будет очень любопытная вещь про представимость в виде суммы квадратов натуральных чисел. Вот. То есть, это не очень просто. То есть, это сильно интереснее, чем просто вот игра с диагональными элементами. То есть, да, вот из-за того, что я сейчас делаю… Вот к чему был вопрос. Из того, что я сейчас делаю, складывается впечатление следующее, что я привожу к диагональному виду, а в диагональном виде достаточно перенормировать коэффициенты. Нифига подобного. Когда поле сложнее, чем R и C или там какой-нибудь алгебрологический замкнутый, там получаются чудеса, там леший бросит, русалка на ветвях сидит, в общем, там и куча других замечательных вещей. Значит, смотрите. К плюс S и U плюс T дают одно и то же число, потому что это ранг. То есть, нам лишь надо показать, что K равняется U, а S равняется T. И давайте предположим, вот здесь вот я предполагаю противное, что, например, K больше, чем U. Но тогда, в частности, отсюда следует, что у меня будет S строго меньше, чем T. Теперь я делаю вот такую вещь. Давайте рассмотрим следующие два подпространства. Значит, первое подпространство U, натянутое на E1, EK. То есть, это вот K у меня больше, чем U. Я на первый K байсных векторов натягиваю подпространство. А следующее, что я делаю, я возьму подпространство W и натяну его на вектора, которые, давайте я вот здесь вот как выделю, что вот это, оно соответствует вот этой части. А W я хочу подпространство, которое натянуто на вектора, соответствующее отрицательным и нулевым числам. То есть, это будут векторы EU плюс 1 штрих и так далее, EN штрих. То есть, вот это подпространство по второй матрице. Теперь смотрите две особенности. Да, я, кстати, вижу, что уже 12.30. Я сейчас завершу, и мы на этом с вами разбежимся. То есть, смотрите, какая вещь, что давайте посмотрим, как выглядит, давайте посмотрим на билинейную форму для нашей, на квадратичную форму от нашей билинейной формы на каждом из этих пространствий. Если я ограничу свою билинейную форму на пространство U, то ее матрица, это будет просто единичная матрица. Ну, в базисе E1, E, K. И это значит, что если я рассмотрю бета от V, V, значит, точнее от U, U, для любого U из U большого, то я получу значения всегда, ну, для ненулевого вектора я получу всегда положительные значения. Потому что это просто будет сумма квадратов координат вот в этом базисе. То есть, это будет просто сумма квадратов координат перед этим базисным векторами. А если я ограничу бета на подпространство W, то вот в этом базисе штрихованном матрица будет иметь следующий вид. Это будет здесь минус E, 0, 0, 0. Поэтому для любого ненулевого вектора U, давайте вот так вот, ой, W, из пространства W, я получу, что бета от W, W, она будет меньше или равна нулю. Ну, потому что это будет минус сумма квадратов координат, которые стоят при вот этих векторах, плюс 0. Ну, потому что вот эта часть, она никак не влияет. То есть, значит, просто из явного вида, как устроена матрица моей бельминной формы здесь или здесь, я вижу, что у меня на этом пространстве любой ненулевой вектор, когда я подставлю лево и справа, получается. Но здесь не нужно запрещать, здесь просто мне важно, я хочу и слева, и справа говорить про ненулевой вектор. Это для симметрии, да, чисто для симметрии условий. А теперь смотрите, из того, что я предположил, что K больше U, это означает следующее, что… Ну, смотрите, у меня есть K, S и еще вот тут сколько-то нулей. Это одно и то же число будет, сколько-то вот нулей, которое осталось. Давайте я обозначу за R. Ну, R плохо, давайте за P обозначу количество нулей. Смотрите, значит, размерность этого пространства K, размерность этого пространства T плюс P. Из-за вот этого условия K прибавить T прибавить P, это будет больше, чем размерность пространства. Поэтому U и W обязаны пересекаться. То есть, значит, из-за того, что… Ну, вот если я посмотрю на размерность U плюс размерность W, это будет K плюс T плюс P, и это будет больше, чем N, которая есть размерность пространства V. В, то отсюда следует, что U пересечь W не 0. То есть, размерность их пересечения должна быть больше, чем 0. Значит, раз размерность не 0, значит, тут есть ненулевой вектор. То есть, тут есть вектор, давайте, V, который не равен 0. Но тогда, из-за того, что этот V лежит в U, β от VV должно быть больше 0, а из-за того, что V лежит в W, β от VV должно быть меньше или равно 0. А вот это – это противоречие. И противоречие с чем? Противоречие с тем, что мы вот здесь предположили в самом начале вот это вот неравенство. Значит, то, что мы здесь предположили неверно, значит, K меньше или равно U. Ну и в обратную сторону получается обратное неравенство. В общем, это доказывает, что K и U – это одно и то же. Так, P одинаково, так как размерность ядра одинакова для форм. Да, это размерность ядра для одной и той же формы, просто посчитанная в разных байсах. Поэтому количество нулей одинаково. Либо потому, что это n минус ранг формы, ранг матрицы, а ранг одинаковый тоже в любом байсе. Именно так. То есть про это я просто устно вначале сказал. То есть вот в итоге мы с вами показали, что над вещественным полем мы не просто можем диагонализовать, а диагонализовать так, что у нас будет единички минус единички нули на диагонали, и их количество не меняется. И вот эти числа единички минус единички, а, можно ли еще раз быстро? Смотрите, быстро делается так. Мы сначала диагонализовали, ну, мы говорим так, вот пусть в одном байсе у меня вот так, вот в другом байсе так же, но только количество разное. И вот предположим, что вот здесь больше единичек, чем здесь. Тогда я рассматриваю подпространство, которое натянуто на первые вот эти K-байсных векторов, и подпространство, которое натянуто на последние N-U вот этих байсных векторов, то есть которые соответствуют тому, что здесь подчеркнуто. Чем из вот этого условия, которое я предположил, следует, что эти два подпространства обязаны пересекаться. Но с другой стороны, по моему выбору, вот на этом синем подпространстве у меня матрица вот такая, и получается вот эти числа должны быть всегда положительные, а на вот этой штуке у меня все числа должны быть неположительные, наоборот. Но если они пересекаются, то такого быть не может. Вот это как бы быстрая идея. То есть я нашел два подпространства, которые не могут пересекаться в силу геометрических условий, а они пересекаются в силу моего предположения дурацкого. И я хотел сказать, что количество единиц, минус единиц и нулей называется сигнатурой билинейной формы, то есть над R сигнатура это некоторый вариант билинейной формы. То есть есть три числа, количество единиц, количество минус единиц и количество нулей, которые характеризуют нашу биолинейную форму. Более того, видно, что две биолинейные формы над R эквивалентны, то есть две матрицы над R задают одну и ту же биолинейную форму в разных байсах тогда и только тогда, когда у них одинаковые сигнатуры. Ну, просто мы отсюда показали, что сигнатуры однозначно определены, поэтому если сигнатуры разные, то формы обязательно разные. А если сигнатуры одинаковые, то вот эти трики с подбором матрицы, что C транспонированная АС равняется B, показывают, что если сигнатуры одинаковые, то эти две матрицы задают одну и ту же биолинейную форму в разных байсах. Вот. И, собственно, это самый главный вариант для симметричных биолинейных форм над R. И, в общем, дальше мы его будем раскручивать, и я расскажу про геометрический. Ну, думал, сегодня успею, но не успел. Есть геометрическая интерпретация для сигнатуры. Ну, в общем, про это будет в следующий раз. Вот есть ли сейчас какие-нибудь вопросы по прошедшей лекции, по материалу? Отлично. Тогда, раз вопросов нету, на этом, ребята, все. Всем счастливо, всем удачи. Спасибо.